Дневной разворот Мы будем говорить с Сергеем Леонтьевым, исполняющим обязанности начальника Департамента городского хозяйства администрации Кирова и Алексеем Ишутиновым, исполняющим обязанности начальника управления дорожной и парковой инфраструктуры. А повод у нас понятный. Мы видим, что власти города взялись за тротуары. И, конечно, вызывает удивление, почему в начале весны, в конце зимы тротуарами занялись только. Спасибо большое, конечно. Но хотелось бы понять, в связи с чем такая перестановка, такая рокировка произошла. И какие планы на дальнейшую очистку города у властей. Это всегда так будет. Каждый год так будет. Только в марте будут чистить тротуары. Это ты такой вывод делаешь? Нет, это я задаю вопрос. Этот вопрос мы гостям нашим адресуем Сергея Леонтьеву и Алексея Ишутинову. Да, совершенно верно. Это будет во втором часе. Мы звонки не принимаем, потому что у нас дневной разворот, и не разворот со слушателями. Но подробно расспросим наших гостей. В первом часе мы встречаемся с представителями нашего регионального оператора, компании Куприт. Дело в том, что компания Куприт начала активную работу уже с 1 января буквально 2019 года. Коллеги меня поправят, если я не права, по заключению договора с юридическими лицами. И мы сделаем такой фидбэк назад. Примерно год назад здесь в нашей студии не один эксперт, а множество заявляло, что юридические лица не заключают договоры на вывоз мусора, в связи с чем серьезная недоплата получается за вывоз, а сбрасывают свой мусор в контейнеры, которые граждане просто оплачивают, и, соответственно, они обслуживаются. Тогда говорилось, что это серьезно подрывает работу по вывозу мусора. И тогда говорили, что, конечно, нужно поднять всю базу юридических лиц, с ними активно работать. И когда был определен региональный оператор, вся была подготовлена работа для того, чтобы начать заключение договоров. Вот как идет это заключение договоров, кого конкретно касается вот эта схема заключения договоров, по каким тарифам она идет, мы сегодня эти вопросы будем задавать нашим гостям. Гости нашли Людмила Патрушева, начальник отдела по работе с юридическими лицами регионального оператора по обращению с ТКО компании «Куприт». Людмила, здравствуйте. Добрый день. Ну и Станислав Куршаков, заместитель генерального директора компании «Куприт» по связям с общественностью. Станислав, здравствуй. Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, мы хотим прояснить, что входит в понятие юридические лица. Мы понимаем, что это ведь не только бизнес. Да, разумеется, мы привыкли под юрлицами подразумевать бизнесменов, предпринимателей. На самом деле это предприятия и организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, бюджеты, значит, бюджетные организации. То есть такой большой абсолютно спектр. То есть стадион – это юридическое лицо. Стадион – это сооружение, но у него есть собственник, который является юридическим лицом. Да, юридическое лицо. Библиотека – это тоже юридическое лицо. Дом культуры сельский – это тоже юридическое лицо. То есть, вот просто, чтобы у слушателей наших было понимание, что юридические лица – это не только бизнес, который зарабатывает деньги, это в том числе учреждения такого социального формата, которые денег не зарабатывают, содержатся за бюджетный счет и, тем не менее, тоже обязаны оплачивать вывоз мусора. Да, мы их называем таким широким понятием бюджетные. Бюджетные учреждения. Да, бюджетники. Когда началась работа по заключению договора с юридическими лицами? У нас работа по заключению договоров, я имею в виду, началась с момента утверждения тарифа. То есть, до этого мы, в принципе, делать это не могли. То есть, по сути дела, у нас началась она в прошлом году, в декабре. До этого мы проводили сверку, собирали данные, и сейчас у нас продолжается активная фаза, очень серьезное заключение договоров. Мы представляем себе объем вот этой работы? Сколько там юридических лиц на повестке? У нас порядка 60 тысяч юрлиц. 60. Это по области? По области всех юрлиц, да. А можем мы как-то их градировать, разделить? То есть, вот из этих 60 тысяч в процентном соотношении примерно, какие юридические лица? Это бизнес, то есть, зарабатывающие организации, так скажем, да? А какие это вот бюджетные учреждения? Такой статистики сейчас я привести не могу. Почему мы спрашиваем? Потому что мы хотим подойти к вопросу, отличаются ли договоры у разных юридических лиц по вывозу твердых коммунальных отходов. Отличаются ли тарифы? Значит, у нас есть тариф на услуги регионального оператора, он единый для всей области. И есть нормативы накопления твердых коммунальных отходов. То есть, они разные для учреждений по их видам деятельности. Вот это то, о чём мы в конце прошлого года говорили, Светлана, со многими нашими гостями, в том числе в программах «Особое мнение», когда предупреждало экспертное сообщество различных юридических лиц разной формы собственности о том, что нужно сейчас обеспокоиться тем, чтобы заключить договор по факту, что называется, по вывозу фактического количества накопленного мусора, потому что те нормативы, которые предусмотрены для разных видов учреждений и организаций, они часто выливаются в какие-то безумные совершенно суммы. Ты наверняка помнишь вот эту вот новость с библиотекой в Слободском, по-моему, да? Да. Где пришёл квиток на какую-то совершенно сумасшедшуюся библиотеке. Нет, ещё не пришёл квиток. Ещё не пришёл квиток. То есть, был проект договора, библиотека нам представила количество контейнеров, предполагаемый график вывоза. И, соответственно, из представленных ими данных была рассчитана плата. Впоследствии были представлены подтверждающие документы за предыдущие периоды. И, соответственно, договор был заключён на эту сумму. То есть, в принципе, она не отличалась от прошлого года практически ничем. Ну, то есть, вот эта история, она решилась тогда благополучно. Я помню, там достаточно быстро как-то общественность начала возмущаться тем, что такой факт вот есть. Ну, на самом деле, если в СМИ это не прошло, не значит, что мы этим вопросом не занимались. Я понимаю. В СМИ вышел только вопрос о том, что библиотеки насчитали гигантскую сумму. А на самом деле переговоры и работа велась. Сейчас, если мы говорим о бюджетных учреждениях, вот форматы библиотеки в Кировской области, есть такие проблемы или все уже перешли на оплату по факту? Все перешли уже практически. Все перешли. Да, то есть, у нас обговорен четкий перечень документов, которые необходимо предоставить для подтверждения этого факта. Сейчас все бюджетные организации практически предоставили данные документы, и корректировки все внесены в проекты договоров. Договоры подписываются с бюджетниками, сейчас вопросов не возникает. Ну вот сейчас у нас март, я так понимаю, что новая плата у нас с января идет. У них были факты вот эти, что им приходилось в январе платить по нормативу? Или с самого начала вы их предупредили и сказали, ребята, оформляйтесь скорее, тогда мы вам насчитаем в нормальном, в меняемом виде вот эти вот платежи? Нет, витагонно-бумаге подписаны все-таки договоры с реальными, с фактическими объемами, которые всех устраивают, это по факту. Давайте разберемся в понятиях тариф и норматив накопления. — Тариф — это тариф на услуги регионального оператора в рублях, который утверждает региональная служба по тарифам. То есть, по сути дела, это тариф на наши услуги. — И это составляется сейчас? — 949 рублей 62 копейки на первое полугодие. Есть норматив накопления твердых коммунальных отходов. То есть это количество отходов в кубометрах, образуемое за год. То есть единица времени такая. Утверждает его Министерство энергетики и ЖКХ на основании замеров, которые проводит их подведомственное учреждение Институт Киров-Коммун-Проект. По методике, значит, рекомендованной правительством Российской Федерации, в течение четырех сезонов проводятся замеры, определяется количество отходов, ну и, соответственно, потом утверждается распоряжением Министерства энергетики и ЖКХ. — Насколько я помню, на встрече, которая проходила у губернатора, и там присутствовало и Министерство ЖКХ, и Куприд, было сказано, что пока что нормативы накопления — это нормативы прошлых лет. Я не помню, какого года. То ли пятого, то ли двенадцатого. — Нормативы восемнадцатого года. Единственное, что сейчас, с 1 января 2019-го, внесены изменения касаемо населенческих нормативов. По юридическим лицам нормативы остались те же, которые были утверждены 1 января 2018-го года. — Нет, я сейчас о другом говорю. — Если речь идет о том, надо сослаться на слова министра энергетики и ЖКХ, что, видимо, взяты за основу были прежние тарифы, но утверждены в 2018-м году. — Да, я это имею в виду, что нормативы старые, не помню дату, то ли 2005-й год, то ли 2012-й, но очень древние. И по этим нормативам, эти нормативы были утверждены в 2018-м году. А упомянутый вами Кировкоммунпроект начал свои исследования вот этой базы в 2018-м году и продолжает в 2019-м, так говорил господин Редькин, министр ЖКХ, но перерасчета по вот этим новым исследованиям еще не было. И утвержденных тарифов по этим исследованиям тоже еще не было. — Утвержденных тарифов по новым исследованиям не было, то есть они не озвучены и, соответственно, в действии не введены. — Мы пока не знаем, когда вот эти новые данные лягут в основу и перерасчут. — Нет, эти вопросы, наверное, лучше все-таки задать Министерство энергетики и ЖКХ. — Здесь мы выяснили, то есть вот все-таки нормативы действуют, тарифы-то свежие, а нормативы действуют вот те старые, переутвержденные. Пока мы ждем, вот когда по новой просчитают. — Когда будет все посчитано. — Да, и там уже обещали, что в этом году, в 2019 году, постараются максимально все учесть, пересмотреть и уже там, да, утвердить всю базу, которая необходима. Давайте вернемся снова к юридическим лицам. И если с бюджетными организациями понятно, что с ними со всеми перезаключены договоры, то здесь еще важно уточнить, вот, Людмила, вы сказали, что плата по вывозу мусора для этих учреждений практически не поднялась? Или вы что-то, по-моему, сказали? — Это я говорил конкретно о русской библиотеке имени Грина. — А вообще, в целом, для бюджетных учреждений выросла плата за ТКУ? — За счет роста тарифов плата выросла. — Намного ли? Можно ли мы как-то сказать? — У нас по всей области тарифы были разные. То есть у нас были из кубических метров, да, то есть нормативы установлены, ой, тарифы были установлены, да, где-то у кого-то были установлены стон, и поэтому говорить о ценах, о стоимости услуги по области, ну, не проанализировать. — У кого-то было больше, у кого-то было меньше, да. — Просто хотелось бы понять, в разы больше, в процентах больше. — Тариф, если он вырос, вы сколько, да, то есть, соответственно, пропорционально стоимости выросла. — Я так понимаю, что много жалоб и таких разных сообщений поступает, потому что у кого-то нет подтверждающих документов, ну, в частности, в бизнесе, например, касаемо, да, и с ними договор заключается по нормативу. То есть в этой ситуации, да, плата вырастает значительно. — Сейчас мы сделаем небольшую полуминутную паузу, после разберёмся со Станиславом Куршаковым, что такое подтверждающий документ. — Продолжаем разговор. Заключаются договоры с юридическими лицами региональным оператором по вывозу твёрдых коммунальных отходов Куприд. И у нас по этому поводу такая консультация онлайн с Людмилой Патрушевой, начальником отдела по работе с юридическими лицами рекоператора, и Станислав Куршаков, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Куприд. Ну, вот, к сожалению, непонятно, это, наверное, нужно будет с конкретными ведомствами по этому поводу говорить, насколько серьёзно в итоге выросла плата для бюджетных учреждений, а они разные, какие-то подведомственные министерства культуры, какие-то министерства образования, министерства здравоохранения и так далее, и насколько для них это критично. В общем, это же бюджетные деньги, то есть, соответственно, бюджет по этим подразделениям, он должен учитывать вот эту плату, и она должна будет закладываться и на следующий год. Я прошу прощения, я перед перерывом просила Станиславу пояснить, что такое всё-таки подтверждающие документы, то есть, вот, для бизнеса, для юридических лиц. Это что, какие-то бумаги они как-то посчитать должны? А давай сразу закончим вот эту историю, прежде чем перейдём к бизнесу. Потому что было сказано, что все бюджетники, они подтверждающие документы предоставили. Ну, учёт, всё там есть, они предоставили. Что такое вообще, в принципе, подтверждающие документы? Подтверждающие документы, ну, грубо говоря, это бумаги, которые подтверждают объём образования отходов за предыдущий период, то есть, предыдущий год, может быть, позапрошлый год и так далее. А откуда эти бумаги у образователя отходов? Откуда они? Значит, у тех организаций, у кого были договоры на вывоз отходов, в этих документах объём отходов вывезен указан. А у кого нет? У кого нет. У кого не было договора. Подтвердить они, наверное, не смогут. Но начать можно, знаете, с чего? Что по законодательству у этих юридических лиц, если берём даже бюджетную организацию, у них должны быть изначально разработаны документы, нормативы образования отходов и лимитов на их размещение. А вот мы с этого начали, что как раз очень многие юридические лица, как говорили наши эксперты, они не имели договоров на вывоз мусора. Они настили пакетики с мусором в соседний контейнер. Здесь речь идёт, скорее всего, о бизнесе, а не о бюджетных организациях. Бюджетников-то всё под контролем, конечно, было. А бизнес... Выяснили ли вы, какое количество из этих 60 тысяч юридических лиц не имели договоров на вывоз мусора? Представляем ли мы себе? До этой цифры, даже в процентном соотношении, пока рано, потому что мы всё ещё заключаем договор. То есть о какой-то статистике ещё говорить рано пока. Но вы видите, что есть и такая ситуация, и насколько она глобальна, что юридические лица не заключали договоры? В каком процентном соотношении из тех, кто к вам приходит заключать договоры, сколько тех, у кого были вот эти подтверждающие документы, а сколько тех, у кого не были? Я считаю, что сейчас, наоборот, идут именно ответственные юридические лица, которые действительно и ранее имели договорные отношения, они сейчас идут, оформляют эти договорные отношения. То есть там процентов 95, наверное, с подтверждающими документами. Ну, не 95, но поменьше, наверное, да. Ну, давайте остановимся на этой цифре, да, всё-таки. Это из тех, кто уже пришёл. Да, из тех, кто пришёл. То есть они несут подтверждающие именно документы, если говорим о юридических лицах бизнес именно, да. То есть они все сдавали отчётности, и сейчас мы эту отчётность принимали, это и статистическая отчётность. То есть при наличии этих документов, факт, он был подтверждён, мы эти документы принимали. Но есть часть бизнесменов, да, юридических лиц, которые занимаются бизнесом, которые не занимались такими вещами, не оформляли документы на вылаз, как-то они его по-другому вывозили. Они сейчас обращаются с вопросами? Или они ждут чего-то? Нет, они действительно обращаются сейчас с вопросами. И мы предлагаем вариант именно при отсутствии подтверждающих документов заключать по нормативам. Они, конечно же, получается, задумываются о том, что может быть, мы салранчик не скрываться и быть ответственным, да, юридическим лицом. И у него были уже подтверждающие документы, и он бы уже заключил договор на тех условиях, которые он бы нам уже, да, предоставил эту информацию. Сейчас, конечно, они возмущаются, но... Но поезд ушел, то есть обратно-то не отыграть. Да, закон говорит о том, что все, у нас даже сейчас, не имея договорных отношений, мы понимаем, что мы сейчас уже с ними работаем. Я именно об этом и хотел сказать. То есть у кого-то возникают вопросы, а у кого-то возникают претензии. Но претензии-то нужно, наверное, только в свой адрес, не в наш. Слушайте, ну как-то для них решить-то вопрос с наименьшими потерями возможно или нет? Вот у них нет, положим, подтверждающих документов. Они раньше были нехорошие, а теперь решили стать хорошими. Не ответственными. Для них один путь сейчас, прямо сейчас, им необходимо заключить договор, и это только по нормативам. Сейчас они могут сделать. А дальнейшая у них есть какая-то перспектива показать, сколько они образуют мусора, и перезаключать договор по факту? Ну, у нас такая возможность есть. Если юридическое лицо, предположим, у него есть своя обособленная территория, где он может организовать свое место накопления отходов, создать свою собственную индивидуальную контейнерную площадку на своей территории. То есть он согласовывает с органами местного самоуправления об обустройстве данного места накопления отходов, оборудует мусоросборниками, устанавливает контейнер. Мы заключаем договор по факту. Даже прямо сейчас могут они это сделать. Но это только с теми юридическими лицами, у кого есть своя закрытая территория, где он может поставить. А у кого нет. Вот мы берем Киров. Вот давайте возьмем для примера улицу Воровского. Вот в районе ЦУМ, перекресток, значит, Воровского и Октябрьского проспекта. Там пятиэтажки жилые. На первых этажах огромное количество магазинов, офисов, чего угодно. Которые пользуются за счет граждан. Возможности на придомовой территории разместить контейнер у них нет, потому что у них нет этой придомовой территории, что они будут по факту платить. То есть они обречены на вечно это дело. Это они по факту как раз не будут. А по нормативу даже. Они будут работать по нормативу. И у нас есть 354-е постановление правительства, в котором прописано, что раз они находятся в МКД, значит, работаем по нормативу. МКД? На квартирный дом. То есть здесь просто для них без вариантов. А договориться как-то с жильцами, чтобы уменьшить свои расходы, они могут каким-то образом какой-то там договор заключить, не знаю, прийти? Ну, то есть вот на словах договариваться с жильцами, это заранее для жильцов нехорошая ситуация, потому что неизвестное количество отходов будет образовывать эти магазины. А вот то, что Аня спрашивает, есть ли какая-то возможность документами закрепить? Документально, документально это всё закрепить. Но опять кто будет проверять, что жильцы будут стоять там в наряде около мусоросборочных баков и проверять, сколько они выносят? Ну, слушай, Светлана, ты знаешь, мне кажется, там обувной магазин, ну, понятно примерно, сколько он мусор образует и какого характера этот мусор. Ну, это коробки могут быть картонные. Они могут сразу возить, у нас есть... Ну, утилизацию могут возить. Мы пока не видим такого механизма. То есть для этой ситуации нет. А вопросы такие магазины задают в многоквартирных домах? Задают, задают. Но пока вариантов нет. Приходят вариантов, а вариантов пока нет. А можем мы назвать примерно, вот сколько платит магазин, ну, допустим, площадью метров 50. Вот 50 метров на первом этаже жилого дома магазин. По нормативам сколько? По нормативам, да. Сколько он платит в месяц? Магазин промтоварный или продтоварный? Промтоварный. Давайте промтоварный. Конечно. Потому что нормативы разные, установлены с квадратного метра площадью, получится 50 тысяч рублей в год. Промтоварный. Промтоварный. А у продтоварных больше? Там будет больше. Норматив другой. На 20%. На 20%. Ну, вот 50 тысяч в год с 50-метрового промтоварного магазина. Ну, то есть это порядка 4 с чем-то тысяч рублей в месяц платит, получается, да, в магазин. Да, совершенно верно. Ну, и вот мы видим еще одну историю, хорошую, последний пресс-релиз, который пришел к нам от Куприта. Это история про то, что вы стали для удобства юридических лиц выезжать и заключать договоры на местах. То есть выезды в районы, даже самые отдаленные. Расскажите про это, пожалуйста. Значит, мы начали этим заниматься в марте. Был выезд уже в Амутнинский, Верхнекамский район. Сегодня наши коллеги работают в Лебяжском районе, завтра в Варбашском. Далее, после праздников у нас Афанасьева свеча Луза под Осиновис. То есть, как мы видим, не только ближний свет, но и дальний, условно говоря. А в каком режиме вы работаете? Как это все происходит? Мы договариваемся с администрациями районов. Они нам предоставляют помещения, они оповещают юрлиц, в первую очередь, потому что мы заключаем договоры с ними, оповещают юрлиц. То есть мы приезжаем и целый день с переживом на небольшой обед работаем и заключаем договоры. То есть в день, как показывает пока практика двух наших выездов, где-то порядка 30 договоров в день мы заключить сможем. Плюсом, в тех районах, где нет офисов энергосбыта, то есть мы договариваемся также с властями, чтобы они предупреждали жителей о приеме документов на перерасчет. То есть мы у людей их собираем и сдаем здесь в энергосбыт сами централизованно. То есть с гражданами вы тоже работаете? Да, чтобы людям, во-первых, за свой счет не ездить в офисы энергосбыта, которые где-то находятся в другом районе, где-то нет. Может быть, интернет или люди не умеют им пользоваться, сканировать заявления и прикреплять их через форму обратной связи на сайте энергосбыта. То есть мы эти заявления забираем и передаем сами. То есть вот так работаем. Давайте посмотрим на разницу между районами и региональным центром Кировом. Понимание того, что происходит, как поступательно движется мусорная реформа, есть? Готовы ли? Я почему говорю? Очень интересная история просто с жителями, с обывателями. После того, как стали приходить квитанции, очень многие вообще выяснилось, многие люди, несмотря на всю ту большую информационную работу, которую ведут федеральные каналы, региональные СМИ. Но на федеральном, кстати, так не очень мало. Я согласна. Не хватает. Не мешало бы побольше разъяснительной работы проводить. Выяснилось, что есть категория граждан, физических лиц даже, которые вообще впервые об этом слышат. А что касается юридических лиц? Вот давайте посмотрим на ситуацию в районах. Они насколько готовы, насколько они понимают, что происходит и какие вопросы задают. Ну, сколько я был в районах, то есть я именно по новой системе обращения с ТКО объездил, там где-то 25-26 районов. То есть понимание у бизнеса есть. То есть они знают о новой системе, знают о новой форме расчета платы, знают о нормативах. То есть есть, понятно, некое, может быть, недовольство по нормативам, то есть по размеру платы, но в целом понимание, зачем это нужно. Вот есть же ситуация, когда люди годами и даже десятилетиями группами или по отдельности вывозили мусор на несанкционированные свалки. В лесок куда-нибудь так тракторами, грузовичками вывозили. Сложно одномоментно, и даже несмотря на то, что год к этому, там шла подготовка довольно активная, сложно одномоментно от своих вот таких привычек избавиться. Тут надо деньги живые платить. Сталкиваетесь ли вы с мнением, что да ничего, и так сойдет, мы тихо... Вообще как-то вам сообщают об этом, как-то власти с этим работают. Ну, знаете, прямых писем, да, что я отказываюсь платить... И повезу в лес. Да, значит, повезу в лес, конечно, никто в этом не сознается. Но реплики, я сказать, я платить не буду, как возил раньше, так и буду. То есть они есть. Вот это ожидаемо было на самом деле, что, конечно, сложно будет переломить где-то, может быть, даже сознание в этот момент. Но и тогда что вы отвечаете? Какие сейчас меры к юридическим лицам, не заключающие договоры, могут быть предприняты? Они несут ответственность? Вот приходит юрлицо и говорит, нет, я не буду. Я еще подумаю. Ну, прям сию минуту. Обязанность заключить договор с региональным оператором предусмотрена для всех предприятий, организаций всех форм собственности и для ИП. Поэтому они заключить договор обязаны. А если не заключили? То есть они, получается, что купят долг? Ну, конечно. А дальше что? Это коммунальная услуга. Дальше при просрочке, если я не ошибаюсь, больше, чем три месяца, то есть региональный оператор будет в принудительном порядке взыскивать. Взыскивать, конечно, это коммунальная услуга за долги. А как происходит взыскание? Через суд? В судебном порядке, то есть обычном. Через суд, а потом приставы. А потом приставы, а потом арест на счета. И, соответственно, взыскивается не только задолженность, но и пение. Ну, исполнительский сбор, вот эти все вещи. Я еще хотела спросить у наших гостей. Вот норматив, если мы говорим не про оплату по факту, а оплату по нормативу. Норматив для юридических лиц, то, что мы говорили, магазин на селе и в городе, он отличается или нет? Нет, норматива единственная. Магазин в селе 50 метров будет платить ровно столько же, сколько магазин в Кирове. Вне зависимости от... Норматива едины. Здесь прервемся, это важный вопрос. Прервемся после короткой рекламы, его обсудим. Продолжаем разговор. Мы здесь с нашими экспертами из компании Куприд, представителями регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, Людмила Патрушева, начальник отдела по работе с юридическими лицами регионального оператора, и Станислав Кушаков, заместитель генерального директора по связям с общественностью компании Куприд. До перерыва мы хотели поднять тему вот как раз тех самых нормативов, насколько они подъемны для разного рода тех же магазинов. Потому что, снова возвращаемся к нашим экспертам, которые хорошо знают повестку муниципальную районов, и они говорят, что для районных магазинов, для райпо, вот эти нормативы неподъемные. И прочат закрытие вот этих магазинов массово в течение этого года. Обсуждалась ли эта проблема? Вообще говорят ли они, и стоит ли она того, чтобы о ней говорить и как-то решать этот вопрос? Ну вот, смотрите, мы как представители регионального оператора нормативы, утвержденные, принимаем в работу. То есть мы их не обсуждаем. И должны следовать. Для нас это нормативно-правовой акт руководства к действию. И тариф регионального оператора, и норматив. Мы взяли, мы по ним работаем. Но, разумеется, о том, какова ситуация в районах, как те или иные юрлицы и ИП к этому относятся, то есть и нами в том числе доносится до профильного министерства. Министерство ЖКХ? Да. Так. Вот. Поэтому, может быть, этот вопрос, да, все-таки лучше адресовать им. Так, Станислав, а все-таки вот поясните, пожалуйста, переиграть норматив, как-то его там пересмотреть именно для сельских магазинов, это вот реально на уровне региона сделать? Или это надо через федералов решать? Нет, мы уже говорили, то есть у нас все замеры проводятся здесь, в Кирове. В Кировском проекту утверждаются региональным министерством. А в какие сроки это может произойти? В том-то и дело, что вот как раз должны были пройти замеры по разным секторам, нам здесь с тобой рассказывали об этом, нам об этом рассказывал член общественной палаты Иван Радыгин. И по этим замерам должны тарифы измениться. Но замеры проходят, но пока изменений не было. И я не знаю, дошли ли до районов и райпо. Этот вопрос, конечно, нужно задавать Игорю Юрьевичу Редькину. Министру ЖКХ. Министру ЖКХ. Но кроме министра ЖКХ, мне кажется, здесь надо еще задавать вопрос и тем профильным министрам, которые занимаются непосредственным бизнесом, предпринимателями. Потому что это тоже их касается напрямую. Если будут закрываться бизнес, будут закрываться районные магазины, это серьезным образом скажется на населении. Вот этих поселков, сел и малых городов, в которых они находятся. Да это и на бюджете скажется того или иного муниципального образования. Я думаю, что они мониторят ситуацию и в курсе. Мы спросим, пока что, честно говоря, не слышали. Мы пока слышали тут вопросы, которые возникали у наших экспертов прямо здесь, в нашей студии. Но этот вопрос, конечно, надо задавать. И я думаю, что все на министерство ЖКХ скидывать не надо. Вот если нет жалоб, то и что, собственно, реагирует на министерство ЖКХ? А вот если есть, мне кажется, тогда... Я, между прочим, не видела пока вот так вот в публичном поле информационном сообщении о массовых жалобах бизнесменов из муниципалитетов. В публичном информационном поле соглашусь. На неподъемные совершенно тарифы на вывоз муниципалитетов. Вот этого я не видела. У нас есть следующая тема с тобой. Это Кировкоммунпроект, министерство ЖКХ и, например, бизнесомбудсмен Кировской области, которые бы рассказали, как сейчас вот эти новые замеры могут сказаться на изменении тарифа. Это хороший вопрос. Ну, потому что мне, например, не очень понятно. Ну, я понимаю, примерно, там, магазин в Кирове, да, он может, наверное, себе позволить 4 тысячи рублей в месяц платить за вывоз отходов, хотя тоже не уверен. Но маленький магазин такой же на селе, который там торгует всем, начинает продуктов, заканчивая обувью, ту же самую сумму платить, я не уверена, что сможет. А вот, кстати, да, кстати, между прочим, магазины же на селе, они смешанные, зачастую, не только на селе. Там и продукты. Магазины со смешанным товаром, продуктовые, промышленные. У них третий какой-то там норматив. То есть вопрос, какой норматив будет здесь применяться? Да, для них норматив какой. У нас же много магазинов, которые то и другое продают. Даже вон большие гипермаркеты. Ну, гипермаркеты, там у нас идет норматив. Для супермаркетов отдельно. Единственное, что мы руководствуемся ГОСТом по площадям, то есть когда применить непосредственно данный норматив. Нет, ну вот мы возьмем село, мы понимаем, что там в одном месте стоят продукты, а в другом месте, условно говоря, стоит стиральный порошок. Там, я не знаю, висит какие-то футболки, диски, бейсболки, все что угодно. А у них какой-то усредненный тариф, то есть это что-то среднее между продуктовым и товарным, или это считается по максимуму или по минимуму? Мы все-таки смотрим от состава, от товаров, которые продаются, если все-таки больше превалируют, например, продуктовые, значит, все-таки ее не хотят. Они платят по продуктовому нормативу. Совсем недавно, буквально в конце прошлой недели, вышел материал с отчетом Общероссийского народного фронта по тому, как движется реформа по просторам нашей Родины. И они говорили об общем-то таком разочаровании населения от вот этой вот самой мусорной реформы. Самой первой претензией была претензия по отсутствию мусоросортировки и переработки. И этот вопрос обсуждался с министерством ЖКХ и экологии. Еще раз очень жаль, что не подключается министерство промышленности и ответственные чиновники за бизнес, потому что надо разбираться в этом. Ну и второй вопрос, который там задавали ОНФщики и говорили, что с проверками поедут и в УФАС обратятся. Это история, это, наверное, к вам, Станислав. Это история с проведением конкурса и отсутствием альтернативных операторов, там, когда региональных операторов. И вот как раз история по тарифу. А проверка уже по тарифу сейчас идет, насколько я знаю, у нас комиссия приехала. Ну она идет с 25 февраля, по-моему, по 25 марта она пройдет. Как это сказывается? Причем я хочу заметить, проверяется не только тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, проверяются, по-моему, все тарифы. То есть поэтому это не конкретно по нашу душу, условно говоря. Все тарифы, все тарифы. Это как-то сказывается сейчас на вашей работе? Нет, мы работаем в штатном режиме, никак не сказывается. Заключаем договоры, вывозим отходы, то есть работаем с утра до вечера. Если не круглосуточно, но, знаете, как раньше говорили, восьмичасовой рабочий день с восьми до восьми. Да, но я думаю, что по юридическим лицам работа не только не завершена, она будет продолжаться весь год, если не дольше, потому что наверняка найдутся уклонисты. Огромное количество их. Продолжай, пожалуйста. Я просто уже хотела перейти, у нас остается буквально пять минут, немножечко перейти на город Киров. Я хотела уточнить последнее уточнение по районам. Вы ездите, сейчас заключаете договоры по районам. Будет ли вторая серия вот этих вот поездок? Она продолжается, насколько я понимаю. Нет, но вот были в одном районе, например. Вы приедете туда второй раз или нет? Надо ли, есть такая решение. Я думаю, что приедем, если у нас... Будет заказ от местной администрации. Если мы поймем, что у нас там остались юрлицы, с кем не заключены договоры, то... А вы работаете по спискам юрлиц. Нам говорили, что надо работать в тесной связке с налоговой инспекцией, потому что они там все зарегистрированы. В эти списки кто вам их подает? Списки юрлиц. Юридических лиц мы сами ищем из открытых источников, смотрим эту информацию. Это же долго очень. Ну, чем-то нам помогают муниципалитеты еще и наши. Мы же сделали объявление, то есть все к нам идут. В районы выезжаем также по объявлению. Мы сами никого не ищем. То есть мы просим местной власти оповестить бизнес. То есть они приходят, заключают договоры. Таким образом. В случае, если люди все-таки не успели, когда вы приехали, и долго ждать, когда вы приедете во второй раз, они договор с вами где могут заключить? Только в Киров нужно ехать. Ну, здесь на самом деле три пути. Либо мы едем еще раз, либо они едут в Киров, либо через электронную почту. То есть у нас все документы для всех категорий образователей отходов размещены на нашем сайте. То есть, в принципе, это можно сделать в электронном виде. Единственное, что, конечно, сроки там чуть-чуть будут побольше. Побольше это сколько? Месяц? Поменьше? Сколько примерно. А срок заключения договоров, вот вся эта работа, она? Ну, у нас в течение 15 рабочих дней мы должны отработать всю эту заявочку. И, соответственно, сейчас очень много заключается договоров посредством электронной почты. И у нас даже и условие такое есть, что данные договоры, они все-таки действуют даже подписанные, пока в электронном виде действуют, до момента обмена оригиналами документов. А потом они доставят даже, а потом уже по каким-то делам они бывают в Кирове, заходят к вам и все передают. Да, передают подписан одновременно. Поэтому, в принципе, вот такие люди, которые непосредственно, если пользуются данным сервисом и имеют возможность действительно онлайн быстро подписать договор, заключить. Переходим на город Киров. Да, переходим. У меня очень простой вопрос. Ничего глобального. Когда на всех контейнерах будут педали? В моем дворе их нет. И кто за это отвечает? Ну, у нас в городе Кирове, в Ленинском, Первомайском, Океапском районе, контейнеры и педали непосредственно перевозчик установил. То есть я, насколько знаю, не до конца. То есть первая партия уже была установлена. То есть мы сами, условно говоря, встречали эти педали, когда они приходили. И на сайте в группу фотографий выкладывали. Но из-за погодных условий, то есть часть педалей еще пока не была установлена. Были холода, были снегопады. То есть просто были определенные технические сложности, из-за которых педали не могли поставить именно на пластик. То есть работа будет завершена. То есть сейчас, до конца марта? Мы надеемся. До конца марта у тебя появятся педали? Будем ждать. Хорошо. И тем более, что расчистили наконец-то тротуары. И подходы к этим контейнерам, площадкам стали доступны. Понимаешь? Потому что раньше с проезжей части прямо подходили к нашей площадке. С проезжей части. Это очень важно. Видите ли вы какие-то нарушения в накоплении мусора рядом с этими площадками? Валят ли по-прежнему люди рядом пакеты? Достаточно ли количество контейнеров? Достаточно ли количество контейнеров, мы поймем, когда все образователи отходов будут привязаны к близлежащей контейнерной площадке. То есть пока у нас серьезных жалоб именно на недостаток контейнеров, такого глобального масштаба, у нас нет. А люди сами могут, да, заявить вам, что вот не хватает на несколько фотографий? Ну, во-первых, значит, могут сами. У нас, значит, это контролирует перевозчик. Ну и плюс мы сами понимаем, то есть в системе с управлением отходами, то есть нужно дополнительный контейнер или нет. Ну вот в социальных сетях я вижу периодические фотографии, а из пригородов, да, там, где стоит один контейнер, вот не хватает его, что-то делаете в этой ситуации или нет? Если видите информацию... Или с пригородами, пока работа идет в другом направлении, то есть там сейчас, я так понимаю, решается вопрос, все-таки оставить индивидуальный контейнер или не оставить? Давайте мы про работу не будем, нас остается полминуты. Вот если вы видите в соцсетях фотографии переполненных контейнеров, как это? Это сигнал для вас или вы ждете жалобы? Мы здесь, во-первых, смотрим, почему переполнение. Знаете, можно бежать, узнать график, значит, вывоза отходов, бежать перед, значит, мусоровозом, фотографировать, выкладывать в соцсеть, а через 15 минут приедет машина и все уберет. То есть это первый момент. Второй момент. У нас зачастую к контейнерам для твердых коммунальных отходов выносят нетвердые коммунальные отходы. То есть это может быть, например, строительный мусор, может быть какие-то отходы магазинов, которые не являются твердыми коммунальными отходами. То есть это вторая ситуация. Может быть ситуация с переполнением связана с тем, что у нас спецтехника не может подъехать просто к контейнерной площадке из-за неочищенных подъездных путей. То есть здесь вопросы к управляющим компаниям. В каждом конкретном случае мы здесь смотрим и разбираемся. То есть в этой ситуации почему переполнение произошло. Реагируйте. Реагируем. У нас есть чат. В нем заведены все перевозчики, основные, скажем так, наши контрагенты, партнеры. То есть мы реагируем на каждую ситуацию. Спасибо. Людмила Патрушева, Станислав Куршаков, представитель регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Куприд. Это были у нас в гостях. Мы продолжим такой культпросвет мусорный в нашем эфире. Ликбез. Сейчас первый час разворота завершен. Новости, тематические программы и реклама. Ну а мы с вами вернемся в следующем часе. Редактор субтитров А.Семкин